ну что друзья я начинаю тему экстрасенсы и колдуны возьму я поближе все-таки микрофон тут и тюре уже на руках и мурлычет и давно он не снимался а давно он не снимался потому что охотился матушка люба его заставила охотиться слушать у меня чуть чуть не не ну давайте я не знаю слышно вам так или нет давайте все-таки оставлю здесь может быть немножечко подниму голос сегодня слабоватый мне не хотелось бы кричать но будем надеяться что вам сейчас слышно так вот он все снимался снимался и вдруг матушка ему говорит что-то здесь бездельничаешь что у тебя за артистические эти там на огороде едят свеклу и морковь крысы и он пошел на огород она говорит он пошел сидит активно на огороде но он сидит не там она его взяла на руки и привела на грядку где растет свекла и говорит вот здесь сиди и лови вот показала и грядку где морковь и говорит вот это еще грядка и он остался ловить на этой грядке и он вот вы его не видели на съемках три дня он занимался ловли крысы и вчера он ее поймал мы просыпаемся лежит огромная крысина значит еще вчера он еще вот день потратил на огороде не снимался хотя тут дождик был но видите сейчас пришел возможность сняться весь довольный мурчит тебя любит и мы тебя любим и он еще раз нам показал что разумность животных потрясающее мы по моему даже не понимаем насколько они разумны и поэтому удивляешься насколько бывают неразумные люди я начинаю тему колдуны и экстрасенсы потому что я действительно в этой теме давно то есть я ее изучал когда еще было у нас научные общее инженерно-научное общество россии и попал я в него в 1988 нет точно сейчас скажу нет в 90 все-таки попал 90 и на самом высшем уровне я увидел как это изучается и на самом высшем уровне я увидел какие огромные подключены ресурсы и силы и где это используется ну подписав три там больших бумаги при генералах я вам так и не буду все рассказывать что на самом деле есть но под это изучение пришлось и в какие-то сообщества войти чтобы посмотреть изнутри их с какими-то людьми познакомиться и с ними поиметь какие-то активные отношения чтобы вот все это понять и я вам так скажу что 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 я вам скажу я уже сто раз вам это говорил что во всем этом этом вот так сейчас скажем 90 процентов обмана я нас процентов обмана в обмане из 90 процентов значит давайте 50 процентов сумасшедших которые даже не обманом занимаются они реально верят в то что они делают у них реально все это получается значит какие-то вот их и без им деньги дает там и всякую успешность все такое вот 10 процентов которые я оставил как реальность это реальные возможности человека которые проявляются но из десяти процентов я думаю что даже одного процента не знает как с этим процентами управляться потому что как только они понимают что у них в руках и какие у них возможности так они перестают это показываете этим заниматься потому что в конечном итоге когда такие возможности используются каким-то образом не так они все время приводят какому-то раздраю то есть человек начинает в прелесть впадать он начинает впадать в какие-то свои значит отношения и правильно сейчас опять же в тех же постах я не ответил в предыдущем этом кто-то сказал что сглаз и порчу можно получить и в церкви тоже от священника вы знаете и священники тоже иногда вдруг почувствовав какие-то вот такие или один-два раза случай у них произошли тоже могут впадать вот в такую прелесть я видел названных старцев которые ой прямо так себя старец-старицу и так и так они себя вели а кроме значит того что маленечко не в себе или в каких-то этих ничего в нем не было и он сам не осознавал что у него например было многие отбивают людей на себя таким образом что вот а я такой я сякой у меня тоже тут была такая история это же появлялся тут один старец входил в афонской шапочки значит седая борода и все остальное вот укончил с тем что он изнасиловал под созданием двух девушек и сел в тюрьму вот я сразу говорил что это все выдумка никакой у него значит не это это такое можно так сказать колдовство под в одежде священника православного вот и кстати тоже многие просто не осознают из священников что продавая чудеса и пользуясь этими чудесами на живу в какие-то значит свои блага и так далее они подпадают под ту же самую категорию что и вот эти колдуны экстрасенсы и так далее вот давайте все-таки мы разберем первых потому что я сказал что я сказал что из них значит из тех 90 процентов если разделим у них где-то 60 процентов сумасшедших ну плохо я так называю ну да ну нельзя так называть куда эти в прелести находящихся так мы их по православному назовем которые не понимают что они делают то есть они реально в этом вот образе играются значит чего-то это какие-то там хитрости какие-то обманы но воспринимают как будущее благо что они это все делают во благо люди пришли да никакие еще деньги куда-то там бачки дадут или на храм у них вообще уже крыша начинает ехать что они еще и православие таким образом содержат многие из них убедившись что православие это помогает посылают в храмы там свечки расставить все остальное посылают а там действительно помогут но заслуга то как бы к ним идет и они сами когда один из десяти ему помогло пришел и сказал мой мне помогло и они такие довольны да мы помогли мы вот так и советует опять такой путь следующим и приводит пример вот этот живот я ему посоветовал он сходил там все сделали и все у него получилось нормально вот и поэтому к этим предъявить претензии невозможно потому что их лечить надо их лечить надо вот хотя я не знаю как их лечить потому что если у человека вот такая шизофреническая наклонность быть другой личностью то шизофрении все знают не лечится она успокаивается там всякими средствами раньше были жуткие средства там и лоботомии могли сделать и разделить полушария и наркотиками накачать и электричеством и дубинками сейчас такого нет такого нет но при этом жалко что что вот те люди которые к ним ходят к таким вере в это они чаще всего опаздывают в решение самой проблемы с которой они пришли нет кто-то там вот без поможет ему сделает что-то хорошо там это для того чтобы вера в них сохранялась лукавый делает все то есть он и поднимет и расскажет и лучших людей к такой старушке приведет или к этой я знаю в москве меня приглашали посмотреть на одну которые прямо всех она там 10 тысяч долларов у нее посещение и там все стремятся большие люди к ней попасть потому что она все проблемы решит при этом эти большие люди в храмах на фотографированы в крестах ходит там у них в постах что они крестными матерями становятся при этом вот такие походы совершают и это страшно потому что в конечном итоге видишь как эти люди раз и померли и потом пытается из них что-то сделать вот она умерла вот она святая была и так далее а почему она не пошла тем путем каким почему другим каким-то пошла путем вот через этих всех старушек и всяких таких этих вот поэтому эту категорию тех кто не осознает что он делает в прелести находящихся ее нужно как-то лечить вот потому что даже не знаешь как их запрещать запрет им иногда в пользу они под запретом еще больше начинают получать денег они еще больше радуются тюре вон тут как радуется тому что здесь улегся вот вторая категория 40 процентов ну хороший фильм идет по телевизору волшебник там очень хорошо показывает как ну конечно утрирует все так быстренько все это вот значит у них происходит как они техническими средствами все это сразу делают ну как во всех фильмах но это вот точно то 40 процентов той категории людей которые зарабатывают фокусами хитростями я был на конгрессе магов это такая организация маги это маги это просто фокус ники то есть у нас нет в международном название фокус ники это русское название фокусы у них там маги маги так далее поэтому просто фокусники называют себя магами но у них ведь произошел тяжелый период когда развалился советский союз вот эта вся перестройка там огромное количество фокусников ездило по союзу через вот эти организации концертные получали неплохие деньги и приехав в город с этими фокусами они отчисляли конечно в ту концертную организации но жили неплохо жили неплохо и вдруг их эта организация бросила она им рекламу делала она им билеты продавала давала она вела их финансовую деятельность там все договор то есть целая система была продюсирование через культуру вот таких фокусников таких этих и вдруг они остались не у дел я их массу вот на этом и познакомился даже и сейчас ну и старых горный цой чар кого еще но многих в общем-то знал я очень многих потому что мы с ними на эту тему как раз и разговаривали как вот мне надо было изучить если возможности они мне показывали как могут меня же самого обмануть когда эти возможности фокусах притворяются то есть зеркальца наушники хитрости с подменой значит записочек ну и целая куча всего топанье ногой значит когда надо чтобы подпрыгнула там ой смотрите подпрыгнула человек то ведь смотрит ну то есть фокусники они конечно гениальны и они могут показать любого экстрасенс они могут показать любую значит вот такую хитрость но после сами тоже иногда попадают я вам так скажу юрий горный когда-то объявил что он воскрешает мертвых и на арене показал воскрешение своего помощника то есть там его припудрили и так далее у них там казус случился в одном месте в цирке где этот помощник был пьяный и он захрапел в этом гробу уснул и захрапел и в общем-то юру то погнали с этим фокусом но он поднял такую волну сумасшедших которые вот один из сейчас имеющихся значит фокусников и работающий в том числе параллельно экстрасенсом мне рассказывал говорит три дня за мной гонялась семья с гробом то есть вот они прямо на катафалке ждали у его подъезда они ехали за его машиной они значит где концерт проходила они ждали у его двери чтобы он им воскресил сына то есть вот вот попал в такую проблему например фокусников я понимаю что я не могу мы юрий горного кстати тогда выгнали из всех этих сообществ значит этих фокусников магов вот за то что он нарушил их правила вот это не этичный было поступок воскрешать там мертвых но тем не менее я вижу что в государстве с этим играются с этим играется вот играется в том числе мы видим на первом канале на втором я не помню я не видел но на первом вот та же самая значит дай поженимся сидят там все астрологи какие-то колдуньями они себя называют не поймешь кем и чего и вот пудрят людям мозги пудрят людям мозги и виде их на экране на первом канале я понимаю это не сумасшедшие это нормальные фокусники которые набрались каких-то значит словес они продают вот эти свои слова они хорошо живут на эти деньги я так понимаю и первый канал тоже хорошо живет на этом хотя в прошлом году шесть с половиной миллиардов убытков у первого канала со всеми его вот этими фокусами и оказывается убыточным для государства и они просят у государства помощь не помогли им фокусники но есть целые каналы которые вот эту ерунду с этими экстрасенсами так далее верьте там все по сценарию те кто участвовал я общался с теми кто там горит все уже заранее запланирован кто выиграет кто не выиграет значит все вот деньги дают за то чтобы выиграть а потом они эти деньги откатывает эти деньги значит это поэтому друзья вы сейчас наверное ждете что при каких-то проблемах я скажу их идите в церковь и решайте это друзья разделите проблемы разделите если это проблема со здоровьем идите в больницу врачи помогут лучше чем любые фокусники и бабки и так далее я понимаю что веры иногда лечит можно вот так верой заставить себя быть здоровым и вы будете здоровы только потому что у вас вера сильная вера вы ее использовали на эту бабку на которой после все и замкнется и вы туда деньги все утащите и вы веру всю на нее истратить и а в конечном итоге окажетесь неверующий когда вы поймете вдруг что вас обманывали а вы поймете когда поумнеете то вы потеряете во всю веру и и поэтому если духовные душевные духовные проблемы ну идите в церковь ну правда а что тут скажешь может быть не с первого раза повезет и с вами не как как-то не так но ведь вы и в больницу не в одну придете в разные попробуйте походить и в разные вас повозят чтобы разобраться так и здесь ну ну сходите во вторую в третью разобрать разобраться с духовными делами могут помочь могут помочь в конечном итоге у нас не принято конечно но сходите к психиатру или к хорошему психологу есть хорошие психологи которые хорошо помогают хотел сразу посоветовать а даже не знаю давать рекламы или нет я знаю многих он вон оля без хорошего меня в друзьях психолог многим помогает и консультации хорошие ведет ну например вот что я хотел сказать про колдунов и экстрасенсов технологии конечно есть теперь завались можно и каблу купить в магазине всякие технологии заговоры и так далее ну берут их сумасшедшие и делают хитрость то в том что лукавый то не дремлет если ты такое просишь что он всегда подыграет действительно какую-то помощь кому-то окажет и все остальное по твои вот такие игры он князь мира сего вот такие материальные и какие-то они в общем-то у него в большой власти душа ему недоступна наша господь души ему запретил нашу трогать вот вот в чем самые хитрости поэтому душу давайте спасайте помоги всем господь ну что тюренька правильно мы сказали он согласен видите уснул как-то вы подмечаете интересно что говорили про смерти была такая страшная тема он лежал хвостом махал ему не нравилось и ушел вчера с куклами не досидел тоже ушел а сегодня видите какая тема такая вроде колдуны и страхсенсы а он вот так значит это ну честно говоря знаете я бы мне вообще смешно эта тема честно говорю потому что мне жалко всех кто к ним обращается кто это делает кто это и прежде всего жалко потому что таланта мог быть по-другому использован но смешно это все видеть и смешно что люди вместо театра где можно за 1000 рублей сходить посмотреть хороший спектакль попорадоваться в этом или в церковь сходить там свечку за 10 рублей поставить они идут к этим вот артистам и платят там жуткие деньги еще и сами себя вылечивая отдают им всю славу все спасибо за внимание извините если кого обидел потому что может быть кто-то считает что я не прав но я перед господом чист говоря это потому что это искренняя это опыт моей жизни и я уже никогда не сверну с этого пути что колдуны экстрасенсы они вот в процентах в таком варианте все спасибо за внимание всем радости здоровья аминь